Рек-сквер представляет Мамины и папины сказки Сашкины сказки из Чулана Вильгельм Гауф «Маленький мук» Читает Александр Татаринцев Жил маленький мук со своим отцом в городе Никей Ноги у него были маленькие, руки маленькие И сам он был маленький-маленький Когда он шел по улице, злые мальчишки бежали за ним и кричали «Смотрите, какой карлик идет! Смотрите, какой смешной!» А маленький мук шел дальше и ничего не отвечал Невеселая была жизнь у маленького мука А когда у него умер отец, то и совсем ему стало плохо Злые дядя и тетка выгнали маленького мука из дому и сказали ему «Иди куда хочешь, а мы тебя кормить не будем!» Маленький мук сначала даже обрадовался «Вот, — думает, — и хорошо, пойду по свету гулять» Потом говорит он дяде и тетке «Дайте мне на дорогу только отцовское платье и челму» «Бери платье и челму!» — сказали ему дядя и тетка «Только уходи поскорее!» А отец у мука был человек высокий, толстый Его платье и челма не могли быть впору муку Но мук обрезал пол и халата Обмотал челму вокруг головы Засунул за пояс кинжал Взял в руки палку Запел песенку И вышел из города Первый день он шел и всему радовался Птицы поют, деревья качаются Ручьи текут Очень все хорошо Наступил вечер Лег мук под дерево и заснул А утром дальше пошел Тут идти хуже стало Проголодался маленький мук Захотелось ему есть, а есть нечего Голодный шел маленький мук Скучный, еле ноги волочил А на утро третьего дня Увидал он большой красивый город Блестят на солнце башни и крыши И развиваются на зубчатых стенах Разноцветные флаги «Вот где я найду свое счастье!» Сказал маленький мук И побежал к городу Добежал мук до городских ворот Остановился, поправил на себе халат Повязал челму покрасивее Затянул потуже пояс Засунул еще глубже длинный кинжал И веселый и довольный Вошел в город Идет маленький мук по городу Любуется его домами и дворцами А есть ему все-таки очень хочется Но ни одна дверь не открывается перед ним Никто не говорит ему «Маленький мук, зайди сюда, поешь, напейся и отдохни» И вдруг он видит Открывается одно окно И в нем показывается старушка И старушка говорит «Стол накрыт, суп кипит Кто войдет, будет сыт» Сказала так старушка И сразу со всей улицы Сбежались к ее дверям кошки и собаки И вошли в дом Мук за ними Кошки и собаки пошли наверх по лестнице Мук тоже пошел вверх по лестнице А там, наверху, на площадке Стояла старушка «Что тебе здесь надо?» Говорит старушка «Ты зачем пришел?» «Ты, милая старушка», Отвечает ей мук «Приглашала всех на обед А я очень голоден Вот я и пришел» Тогда старушка говорит «Что ты, что ты? Я кормлю только кошек и собак» «Ну так уж и быть Сегодня оставайся у меня Я тебя накормлю» Сел мук обедать вместе с кошками и собаками А после обеда старушка ему сказала «Не хочешь ли, маленький мук, ко мне на службу поступить?» «Хорошо, — говорит маленький мук, — поступлю» И стал маленький мук служить у этой старушки Утром он должен был расчесывать гребнем шерстью четырех кошек и двух котов Потом давать им обед, а ночью укладывать их спать на шелковые подушки и накрывать бархатными одеялами Сначала маленькому муку очень понравилось жить у старушки Кормила его старушка хорошо, а работы было немного Но потом кошки начали шалить Они бегали и прыгали по комнатам и разбивали много чашек, блюдцев и тарелок А придет домой хозяйка, улягутся кошки на свои подушки, лежат и мурлычут, будто это и не они посуду разбили Тут хозяйка начинает мука ругать «Ты чашки и блюдца разбил! Ты тарелки переколотил!» А мук говорит «Нет, не я, это кошки разбили!» А старушка ему не верит Очень стало маленькому муку жить невесело Кошки его не слушаются, старушка ругает Думал-думал маленький мук, что ему делать И решил уйти от старушки А тут снова несчастье случилось Была у старушки в доме одна комната, в которую она муку не позволяла ходить А муку давно хотелось посмотреть эту комнату И вот в одно утро мук взял, да и пошел туда Как же он удивился, когда, открыв дверь, увидел, что в этой комнате ничего нет, кроме старого платья и разных ваз Взял мук одну самую красивую хрустальную вазу в руки И вдруг упала с ваза крышка на пол и разбилась Маленький мук очень испугался и даже побледнел от страха Теперь думать больше было нечего Надо бежать от старушки скорее, пока она не пришла домой Только что ж, думает он Надо что-нибудь взять у старушки на дорогу, а то она мне жалований не заплатила Посмотрел он вокруг и видит, стоят под кроватью огромные туфли Вот и хорошо, сказал мук, что я туфли нашел А то я все босиком хожу Халат у меня есть, челма есть, а туфель нет Возьму-ка я эти туфли Надел мук туфли и побежал из дому Пробежал мук сто шагов, пробежал двести шагов Хочет остановиться и не может Бегут его туфли, и мук в них бежит Быстро бежит, словно ветер Понял тогда мук, что туфли его необыкновенные И закричал им Стойте, туфли, стойте, не могу я больше бежать Туфли остановились, и мук, задыхаясь, упал на землю Обрадовался мук, что ему такие туфли попались И даже в ладоши захлопал А потом лег спать Лег, заснул и увидел во сне свои туфли Будто они ему говорят Маленький мук, если ты три раза повернешься на каблуках То сможешь полететь куда угодно Проснулся мук и решил сразу же попробовать Правду ли его туфли во сне говорили Встал он, повернулся три раза на каблуках И пожелал перенестись в самый большой город И в ту же минуту взлетел на воздух и помчался Не успел мук оглянуться, как уже спустился на большой площади В чужом незнакомом городе На площади было много народу И маленький мук поспешил скорее свернуть в какую-нибудь улицу Потому что люди то и дело наступали ему на его туфли Или же он сам задевал прохожих своим кинжалом Что же мне теперь делать, сказал мук Куда пойти? Вот что, пойду-ка я в королевский дворец И стану у короля скороходом Я в моих туфлях очень быстро бегаю Так он и сделал Пришел во дворец королю и говорит Я хочу быть королевским скороходом Возьмите меня на службу А король даже рассердился Что ты, говорит, с ума сошел Сам маленький, ножки маленькие А хочешь скороходом быть? Ты, верно, и бегать-то не умеешь А вы меня испытайте, отвечает ему мук Посмотрите, как я бегаю Ну ладно, сказал король Садись за стол, поешь и отдохни А вечером мы тебя испытаем Вечером король и все его слуги и министры И все его дочери и сыновья Собрались на лугу Сюда же, на луг Привели и маленького мука И самого быстрого королевского скорохода Привели их и поставили рядом Скороход большой, высокий стоит Ноги крепкие, длинные А рядом с ним мук Сам маленький-маленький И ножки маленькие Король и все его министры Слуги, дочери и сыновья Начали смеяться над муком Потом старшая королевская дочка Махнула своим платочком И оба скорохода помчались Тут маленькому муку Его туфли и помогли Как побежали туфли Как понесли они мука Никто и глазом моргнуть не успел А мук уже до места добежал А скороход все еще по лугу бежит Даже до середины не добежал Ай да маленький мук Закричали все Вот так молодец А скороход разозлился и сказал Ну, маленький мук Я тебе этого не забуду Я тебе отомщу И вот стал мук Служить у короля скороходом Все королевские поручения Исполнял он быстро и хорошо Пошлет его король в такой город Куда и в три дня не дойдешь А он через час уже обратно возвращается А тот скороход, которого обогнал маленький мук Все время думал о том Как бы отомстить муку Стал скороход следить за муком И вот увидал он раз Как мук повернулся три раза на каблуках И полетел Теперь-то я понял, сказал скороход Кто тебе помогает быстро бегать И пошел к королю Пришел он к королю и говорит Знаешь, король, почему мук так быстро бегает? Нет, говорит король, не знаю У него туфли особенные В таких туфлях я еще быстрее побегу Ладно, сказал король Надо будет проверить, правду ли ты говоришь И вот пришли ночью слуги короля к муку А маленький мук лежал на кровати и крепко спал А туфли его стояли около кровати И вот слуги взяли его необыкновенные туфли А на их место поставили другие, обыкновенные Наутро встал король Спрятал эти туфли в свою сокровищницу Позвал мука и говорит ему Беги в соседний город Отнеси это письмо моей сестре и принеси от нее ответ Хорошо, сказал маленький мук Все сделаю И побежал Но только сделал два шага Споткнулся и упал Поднялся, опять побежал Три шага сделал Задыхаться начал, устал Ножки у него тоненькие, маленькие Куда же ему бежать? Понял тут маленький мук Что подменили ему туфли И заплакал А король говорит Ты обманщик Вот ты кто Уходи прочь из моего города Пошел маленький мук из города Пришел в лес и сел у ручейка Сидит и плачет А тут над ручейком ореховый куст растет А на нем большие орехи Посмотрел мук на орехи И есть захотел Стал он орехи есть А потом ему пить захотелось Наклонился он к ручью И увидел там свое отражение Да какое страшное Видит он Торчат у него ослиные уши И нос длинный-предлинный вырос Еще больше прежнего Заплакал маленький мук Еще больше прежнего Огорчился Что же мне теперь делать? Думает он Как мне в таком виде Людям показаться И вот ходит маленький мук по лесу И вдруг видит другой ореховый куст А на нем маленькие орехи растут Сорвал мук орешек с этого куста Съел его И вдруг почувствовал Уменьшились у него нос и уши Опять такими стали, как раньше были Понял тут маленький мук Что если больших орехов поесть Вырастут нос и уши А маленьких поесть уменьшится Набрал тогда мук полный мешок Больших и маленьких орехов И пошел обратно в город Пришел он ко дворцу И продал главному повару Орехов для королевского стола Большие орехи продал Не маленькие Продал и пошел гулять по городу Подали в королевском дворце обед Сели за стол король, его сыновья И его дочери и все министры Стали обедать Подают на сладкое орехи Стали есть орехи король, его сыновья Его дочери и министры Ели-ели И вдруг Как посмотрят друг на друга И видят У каждого огромные уши выросли И длинный нос торчит Перепугались все Сейчас же докторов позвали Пришли доктора Начали лечить Компрессы прикладывать А одному министру Даже на пробу Отрезали нос и уши А те опять выросли Ничего доктора Поделать не могут Вот беда Дочки плачут А мук Приклеил себе бороду Чтобы его не узнали И опять пришел во дворец Я, говорит, могу вас всех вылечить Что ты говоришь? Сказал король Как же это ты вылечишь Когда все доктора Ничего поделать не могут А мук Дал одному министру Поесть маленьких орехов У того сразу же И нос и уши уменьшились Нас лечи скорей! Закричали министры Нет нас! Кричали королевские сыновья Нет нас! Нет нас! Визжали королевские дочери А король Ничего не сказал Схватил маленького мука За руку И потащил его К себе в сокровищницу Вот, говорит Бери все, что хочешь Только вылечи Меня! А в сокровищнице этой Бриллианты и алмазы Сверкают А посередине на полу Туфли стоят Те самые Которые из кароходу Мука сточил Подошел к ним мук Надел их на ноги И сдернул свою бороду Увидел тут король Что перед ним стоит мук А мук говорит ему Ты меня прогнал Так оставайся же Теперь навсегда С ослиными ушами И длинным носом Пускай над тобой Весь народ смеется Сказал так мук Повернулся три раза На каблуках И полетел А король Остался с носом И сыновья его Остались с носом И дочери его Остались с носом И министры Остались с носом С носом И длинными Ослиными ушами Дорогие слушатели Давайте дружить Подписывайтесь на Мамины и папины Сказки Мамины и папины Сказки Дорогие слушатели Дорогие слушатели Дорогие слушатели Дорогие слушатели